Главное! В студии говорим и показываем! Не воробей! Не бил! Есть! Не надо! Встречаем новую мысль! Говорим и показываем! Звезды называют их щелкоперами, акулами, гиенами, обвиняют их в клевете, а те в ответ продолжают лезть в личную жизнь знаменитостей. Зачем? Сегодня об этом говорим и показываем. Сегодня у нас звездный суд над прессой. Шоу-бизнес против журналистов. Ренат Ибрагимов сегодня у нас в гостях. Всегда писали, всегда было интересно. Особенно, наверняка, личная жизнь. К сожалению, больше интересует прессу, чем, допустим, какой-то научный и творческий подход. Ну, нежели новый альбом, концерт, какие-то построли и так далее. Давайте покажем все наши студии и уважаемым телезрителям, что же больше всего интересует желтую прессу в жизни Рената Ибрагимова. Внимание на экран. В конце 70-х певец Ренат Ибрагимов сводил с ума миллионы поклонников. Мы любим наш с тобою старый город, который вечно и красивый молод. Сейчас журналисты желтых изданий сводят с ума самого певца. То и дело появляются статьи о бурной личной жизни Рената Ибрагимова. Певец ушел от жены Альбины после 25 лет брака. Три дня я плакала безостановочно. Причем он меня бросил. И женился на Светлане, которая младше Ибрагимова почти на полвека. Вот моя кудесница на кухне. Моль, просто моль. Глупенькая девочка из глухой деревни. Она приехала пробиваться в жизни любыми путями. После развода Ибрагимов не встречается со своей бывшей семьей. Певец уверен, 4,5 тысячи рублей алиментов этого вполне хватит его бывшей жене и сыну. Закон, суду, как все положено, так все дело. Добровольно он мне помогает, так скажем. Потому что алименты 4,5 тысячи, их хватает, но на неделю. Потому что парень растет, ему нужно питаться. Кроме того, бывшая жена Рената Ибрагимова боится, что останется с сыном на улице. Ведь по решению суда, половина этого дома в Подмосковье принадлежит певцу. Он просто затаскал меня в суда, в связи с своими исками. Ему нужна не только половина дома, ему нужна половина вообще всего имущества. Вы сами дали повод людям сомневаться, а тот ли человек пел про высокую любовь. Вы понимаете, отчетку я глоню? Интересная тема. Страна боготворила. Некий образ, сложившийся годами. Такой Д'Артаньян, рыцарь. И тут такой развод. Вся страна была влюблена. И такой крах в сердцах. Миллионы поклоняются. Я и сам этого не ожидал. Извините, я просто скажу, разве вся страна была в него влюблена, потому что он женат? Вот по логике. Если бы страна в него была влюблена, потому что он женат, а не потому что поет, конечно, это был бы крах. А так человек поет моего за этого. Есть анатолий образ, который несет артиста сцены. Это определенное поведение, определенный семейный статус. Это политик несет. Ведь семья и дети, это же фундамент для мужчинок. Вам ли не знать. Вот поэтому, да. Извините, мне как раз наоборот кажется, что действительно Ренат для людей разных поколений, кумир, на которого они ориентируются, наоборот он показывает, как говорят, братаны, сестры. Дескать, ничего страшного, в 60 лет жизни кончается. Можно взять и жениться на молодой, по любви, родить еще пару малышей. Это прекрасно. Все-таки молодая жена, хорошо жив. Это прекрасно. Все-таки думаешь о будущем. Я просто, я понимаю, что я могу оказаться на вашем месте, поэтому и спрашиваю. Можно жить и с одной женой. Я с удовольствием образую, как люди, которые прошли 50 лет вместе, при этом они счастливые, они улыбывают друг друга, и они, главное, что молодые. А почему это происходит? Потому что они сразу нашли свою поезду, сразу. А когда и не находишь в течение жизни, а мы по жизни очень много ошибок делаем. Но с молодой нормально? Прекрасно. Прекрасно. Удовлетворен? Но есть же какая-то ответственность перед женщиной, перед детьми, которые делала эта женщина. Зачем же вы уже на склоне лет, как бы, да, изменили этим ценностям, каким-то принципам? Я пытался сохранить семью, я вообще всех своих детей обеспечиваю, даю образование, квартиру, это положено так. А под деньгами я сказал, значит, в первую очередь, я же остался без жилья, вот и что я делаю. Все осталось там. У меня появилось двое детей, и я снимаю квартиру. Мне негде жить. Я говорю, надо продать, продать ту неделю, которую определил суд на продажу. Вот. И с этой стороны встретил непонимание. Я говорю, раз не понимаешь, значит, на тебя заставь, чтобы ты это сделала. Вот и все. Я хочу вам сказать, что во время развода, у меня был один, и надеюсь, больше не повторится этого кровопролитного процесса никогда в моей жизни, обе стороны врут безбожно. Я думаю, что Ибрагимов врет ровно в той же степени, в какой лгала одухотворенная женщина, какой смысл ей придумывать историю про 4,5 тысячи рублей. Мы совершаем ошибки. Ошибка под названием 25 лет совместной жизни. Не унижайте леди. Не унижайте леди. Это ошибка. А теперь вы не ошибаетесь. Нет, я не верю. Брат, вы не торопитесь. Вы доживите до его лет, а потом посмотрим на вас. А вот с чего вы решили, что я моложе его? Ну а что? С чего вы решили, что я моложе его? Ну вы выглядите, по крайней мере. Я старше, потому что я... Анатолий Натин с интернетом. Я старше Надежды Крупской. С чего вы решили, что вы... Наверное, наверное. Нет, неизвестно, на какой девочке выжить. От вас можно ожидать всего, чего угодно. В вашей жене сколько лет? Моей жене было, есть и будет 17. Когда артист такого калибра разводится, он не должен задавать более вопросы, чего вы лезете в мою личную жизнь. Ибо он, это нравственный бастион в глазах людей. Что бы сейчас ни говорил нежно почитаемый мною артист Ибрагимов, когда он развелся, это крах легенды о нем в глазах миллионов людей. А то, что вот это вот человек, ну женился, я посмотрю, как вы, вы на всякие фокусы свободно можете дожить до этих лет, и неизвестно, что от вас ожидать. От меня, что ожидать. И от Леонида тоже неизвестно. Мы сидим молоды, и сидим, понимаем, да, вот как можно 60 лет так поступить. Ну кто его знает, как можно так поступить? Молоды 60 лет, как можно так поступить? Более того, в этом возрасте. Замечательный артист Садальский, кстати говоря, который очень не любит в тусовке. Не согласен с вами. Ну, во всяком случае, за его острый язык, он как-то на эфире сказал очень правильную вещь. Он говорит, ну что человека может интересовать, имея в виду зрителя? Ну, вообще, наверное, любого. Чужая смерть, чужая постель и чужие деньги. Это единственное, что интересует человека со времен Древнего Рима. Ничего не меняется абсолютно. Понятно, что им нужно внимание, потому что они за счет него зарабатывают, повышается их капитализация. А, ну, я себя не причиню. Я как раз где-то посередине, если даже не на той лавке должен сидеть сегодня. А народ, да, да, там Волочков идет, она придет, я прилягу там даже вместе с ней. Сидеть на нашей лавке, дорогой, нужно обладать талантом. Так вот, а другие люди за счет этого питаются и освещают это. Ну, это нормальный бизнес-процессор, в конце концов. На минуту. Вот я прилягу на место Волочкова, не надул. Пожалуйста. Спасибо. Давайте. Я переметнулся. Света место. Леня, Леня. Но это не факт, что после этого ты не запоешь. Леня, поскольку он принесел туда. У вас какие отношения с желтой прессой? Вы с ними как, на дистанции или дружите, или есть какие-то партнерские отношения? Я на полной дистанции с желтой прессой. Я вижу небо. Семья Александра Иванова в шоу-бизнесе когда-то считалась образцовой. На этих кадрах Александр Иванов вместе со своей женой Еленой, дочкой Кариной и любимой собакой Кузей отдыхают в ресторане. Голос, Кузя, голос. А спустя несколько месяцев газеты запестрили заголовками. Иванов против семью ради молодой любовницы. Дочери Карине он не дает ни копейки. Да и вообще не хочет о ней слышать. Вот такой. 23-летняя Карина – начинающая актриса. Сейчас она живет в Америке и делает карьеру в Голливуде. А машина у тебя на батарейках от солнца? Желтая пресса утверждает, что Александр Иванов совсем не переживает из-за развода и конфликта с дочерью. Якобы единственное, что расстраивает певца – смерть любимого пса Кузи. Кузя у нас самый главный. Коллеги по шоу-бизнесу не верят в то, что Иванов мог забыть про свою семью и родную дочь. И поддерживают певца в войне с желтой прессой. И вот этот скандал в вашей семье «желтая пресса» долго обсасывала? Нет, недолго. Я просто на корню все это закончил. И на самом деле там все для нашей семьи, для меня и для тех людей, с которыми я расстался, все предельно ясно. Я первый раз видел, чтобы у него были влажные глаза. Я знаю, почему не общался. Потому что, ладно, он меня посвятил вот в эти тонкости, а там чудовищные триллерские детали. Вот расставания и неблагодарности, и непризнательности. Я думаю, если он расскажет, например, газету, газете с характерным началом слова на букву «Ж», характеризующим содержание, что бы они из его поведения поняли? Они бы сказали, что жена наколола его настолько-то, обгоняла. И он очень осторожен в общении с людьми, и он мне доверил. Я никому не настучал эту историю, кроме как 14 изданиям. Говори, мы показываем. 14 изданиям. 14 изданиям. И значит, умозаключение, пока он не завершил, я говорю, вот прицепившись к его словам, сам артист определяет, что вокруг него происходит. Если ты Кушанашвили или Кобзон, а это люди одного уровня, это люди одного уровня, тогда вокруг тебя вот такая же тональность. Но если ты Дима Билан, чего ты ждешь? Хотелось бы узнать, правда ли, что вот ваша дочь стала голливудской актрисой, и вы говорите о том, что вы ей как-то помогли. Это правда или нет? Ну, во-первых, это, опять же, откуда у вас эти данные? Это из интернета. Из интернета. В интернете много чего пишут. Я вообще за то, чтобы закрыли этот интернет, но вы же его тоже читаете, и вы же живете в 21 веке, а такое впечатление, хороший музыкант, как будто вы живете в середине 20 века. Да вы себя не заводите. Я не завожу, мне просто хочется спросить. Это же интересно, вы публичный человек. Публичный человек, хороший певец, хороший музыкант, но которого, которого знают сейчас, условно говоря, как Атар бы сказал, три его знакомых. Я не буду вас так оскорблять, знают 5000 человек. А остальным интересно про вашу дочь. Я Голливуд терпеть не могу, но она голливудская актриса стала. Позвонила одна очень недобросовестная и очень стрёмная барышня. Я сказал, я комментировать не буду, что это мое личное дело. Я как бы вот скучаю по собаке, на самом деле, вот в этой ситуации, потому что, ну вот как-то сказал, какие-то свои, а всё комментировать не буду. Она тут же перезвонила бывшей, состряпала статью под названием Александр Иванов морил голодом жену и дочь. Всё враньё и ложь от начала до конца. И что в Голливуде засияла звезда Александра Иванова, дочь Карина Иванова. Это враньё всё. Вот сейчас она в Лос-Анджелесе, я знаю, по контракту, пытается как-то развивать свою артистическую карьеру. Вот, и то, что мы не общаемся, это как бы отдельный такой разговор, потому что я пытался... Вообще не общаетесь? Вот, я пытался, да, как-то наладить с дочерью какой-то контакт, но это её собственное дело. Она взрослая девочка, поэтому... Ей решать, общаться с отцом или не общаться. У меня были разные способы спровоцировать артиста, и чтобы вызвать в жизни его говорливую сторону. И вот я считаю, например, что то, что делает Саша, безусловно, артист небоскрёбного дарования, он слишком эксплуатировал в последние годы лирическую сторону своего дарования. Он, мне кажется, человеком, который на грешной души печаль взял тайм-аут, и тайм-аут длится до сих пор. Поэтому, чтобы про Сашу Иванова что-то сказать пикантное, интересное, домысливается всякое г**но, чему я тоже научил всех. Мне кажется, что Тар прав только в одну, что сам человек определяет, насколько ему это нужно. Мне кажется, что если будут раскрываться все тонкости распада или расхода любимых людей в нашей стране, то слишком много историй, и каждый день это происходит, и огромное количество сходятся и расстаются. Это личное дело каждого. Пусть меня судят по моей музыке и по моим поступкам на сцене. Раз вы публичный человек, раз вы артист, то это не ваше личное дело, только ваше личное дело. Это личное дело и пресс-фит тоже, потому что хотите вы этого или не хотите, все равно вы будете в поле... Дело в том, что если вы человек нормальный, вы несете ответственность и перед здоровьем, здоровьем жизни тех людей, которые вернуты в этот процесс. В данном случае я просто понимаю ответственность за тех людей, которые переживали за то, что происходило. Я считал невозможным просто какими-то своими неправильными действиями навредить этим людям. Поэтому я этот вопрос для себя закрыл. Больше не хочу его поднять. Через несколько минут из нашей программы вы узнаете то, что не написала еще ни одна газета. Сенсационные семейные тайны знаменитостей. Звезды шоу-бизнеса недовольны, что журналисты копаются в их грязном белье. Сегодня в этой студии мы говорим и показываем об этом. Ирина, смотрите, Ренат Ибрагимов, Александр. Такие мужчины рядом. Но тем не менее, как сказали журналисты, коллеги по цеху, есть в шкафу скелеты. Давайте расскажем вам. Да, давайте об этом расскажем вам. У вас есть четырехкомнатная квартира, а деньги-то откуда? Говорят, что Алла Борисовна Пугачева 20 лет назад вас со сцены выгоняла. Это правда? Да Господь с вами выгонял. Расскажите, это интернет пишет. Я же не утверждаю, я хочу от вас услышать. Вы тоже не... Да, мы никого не обвиняем. Мы никого не обвиняем. Говорят, глупо было бы. А он говорит, ну не нравишься ты мне. Что же я могу сделать, если я не нравлюсь Примадонне? Да у нее никто не спрашивает. Ну я не знаю, ну не нравлюсь я ей. Ну что же теперь делать? Подробности личной жизни Ирины Отьевой всегда волновали публику. Давайте и мы посмотрим. Почему Ирина Отьева ушла с большой сцены? Желтые издания знают ответ на этот вопрос. Всему виной. Конфликт с Примадонной. Якобы Алла Пугачева устранила опасную конкурентку из-за ее таланта и уникального голоса диапазоном в три с половиной октавы. Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу сот, мили-кот, мили-друг мой, прощай. Сама Пугачева утверждает, это сплетник. Она не имеет ничего против других певиц. Господи, да они все хорошие. Ирине Отьевой приписывают десятки романов. В частности, с Валерием Леонтьевым, Эдуардом Хилем и даже Александром Розенбаумом. Я вас умоляю. Вот единственная дочь Ирины Отьевой. Злата. Девочка-копия мамы. Те же глаза, волосы, жесты и даже голос. Сейчас Злате 15 лет. И она до сих пор не знает, кто ее отец. Ведь Ирина Отьева скрывает его имя. Вообще разница, Серов, Петров, Сидоров. Но желтая пресса не оставляет певицу в покое. Журналисты писали, что отец девочки, сам Иосиф Кобзон, у которого Отьева брала уроки вокала. А тому, что Ирина Отьева ни разу не была замужем, в газетах тоже нашли объяснение. Якобы Отьева так скупа, что не хочет ни с кем делиться своим имуществом. Четырехкомнатной квартирой в Москве, загородным домом в престижном районе Подмосковья и дорогими автомобилями. Ну вот скажите мне, вы действительно всерьез думаете, что меня какой-нибудь вопрос может вывести из себя? Ну вы сейчас уже думаете. Ну посмотрите на меня. Я же абсолютный железобеток. Кто же отец вашей дочери? Отец моей дочери. Хороший человек. Живет в другой стране. Она его ни разу не видела. У него другая семья. Там у него дети. Поэтому мы с ним сели, поговорили, коллегиально решили, что ну вот он будет там со своей семьей, а мы со злоткой. И имя-то у него есть? Имя есть? Есть. Как? Александр. Александр. Нет, секунда, вот секундочку, дорогие. Вот тот у нас Александр сидит рядом и нервничает. Да, да, да. Пишет, что Осевый, отец ее дочери Осев Кобзон. Хороший товарищ. А что, плохо что ли? Нет. Если бы, да, если бы. А сагородный дом в Подмосковье есть? Да, есть. Откуда? Вы знаете, вот я удивительный человек. У меня есть все. И я все успела. Но самое главное... А любовник где? И любовник есть, не волнуйтесь. У меня есть все. У меня единственное, чего нет, это здоровье. Вот это вот плохо. Потому что если бы у меня было хорошее здоровье, я бы обязательно все... Да, я вас очень прошу, пожалуйста. И за Списка Осева я то припишу, что вы молодой любовник. Ничего страшного, это нормально. У Иры самое главное, самое главное, что есть у этой прекрасной певицы, это ее голос и безумный талант. В интервью было обо мне сказано, что у меня было много романов, да? Ну, это несколько преувеличено, так можно сказать. Но, да все равно мне, вот я вам пытаюсь объяснить. Я пытаюсь вам объяснить, что это абсолютно мне все равно. Как наши дети говорят, по барабану. Единственное, что я хочу вам сказать, что меня всегда беспокоило. Меня всегда беспокоило то, как отнесется моя мама к тому, что пишут. И я очень долгие годы свою маму воспитывала. Ты веришь мне? Я садилась с ней, я говорила, мама, Джан, сейчас вот напишут это, 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 это. Ничего, это не правда, только вот это правда. Но я боялась за то, что как будто она будет плакать, переживать, нервничать. Потом появилась Златка, дочка моя. И это получилась еще нагрузка на меня в три раза больше. Что я делаю? Хотите, я вам расскажу? Первое, кому я рассказываю, я сажаю маму и дочу. И говорю, значит так, у меня появился вот такой человек. Я вас с ним познакомлю. Я вас очень прошу, если кто, вот он такой, вот ему столько-то лет, вот он занимается этим, он мне сейчас, меня сейчас... Нет, но если вы, если вы все знаете, мы им познакомились с собой по ее. Ребят, честное слово, вот я вам говорю, ничего дороже мамы и дочки у меня нет в жизни. Вы на самом деле, вы, сказав о том, что у вас все есть, и вы раскрыв все свои тайны, вы стали абсолютно неинтересны ни одному телевизионному продюсеру на отечественном телевидении. Вас никуда не позовут. Вопросы... Дубль два! У меня ничего нет! Да! Лучше! Лучше! Работаем, работаем! Работаем! У меня никогда не было мужа! Откуда ребенок? У вас еще шесть... Дело не в этом, вы произнесли одну фразу. Ир, Ир, вы сказали, что у меня все есть, кроме здоровья. И вот здесь любой правильный журналист бы спросил бы единственное, что-то новое, что могли бы сегодня знать, что у вас болит, Ирина? Опять же, говорю честно, у меня болит все. Опять же, как в том анекдоте, если вам за сорок, вы утром стали, у вас, значит, вы умерли. Вот, да. Ну я как правильный коллега вас подержу, а что именно болит? Позвоночник болит. Говорят, что у артистов психические заболевания, психопатия, неврастение, это правда? Конечно. Обязательно. У каких, назовите конкретно? У всех. Абсолютно у всех. Впрочем, так же, как и у всех журналистов. А любовник где? Логично, логично. Мне кажется, что единственный прием, который есть в инструментарии нашего желтого журналиста, это примитивный вопрос, а говорят, а пишут, а кто говорит, а интернет, вот это мы сегодня уже видели. Есть ли какие-то еще провокативные? Это просто юридическая форма для того, чтобы этого журналиста не обвинили. И пошлость, и пошлость. Понимаете, с прошлого века пошло, артисты это так, это перхоть, понимаете? Это мы, князья, сидим, мы люди интеллектуальные, а вы-то кто? У нас выросла уже целая плеяда артистов в большом количестве, которые понимают только один способ собственного продвижения, используя тех людей, которые сидят сейчас напротив меня. Даже не спать с продюсером, это уже не работает сейчас. А сейчас работаешь, надо рассказать о том, что ты якобы спал с продюсером, для того, чтобы это вот нужные проплаченные люди об этом написали. И так они двигаются дальше. Потом одни мордой во всех журналах, даже на туалетной бумаге они присутствуют. Светская львица, любимица желтой прессы, сама Анастасия Волочкова в студии говорим и показываем. Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Царевна уселась, сейчас я скажу. Вот человек, который, опираясь на чувство юмора и на иронию, выстроил такие отношения с прессой, который даже негатив с их стороны обратил себе в пользу. И теперь живет уже не на моей... Дай мне поздравить человека! Настя! Я тебя искренне поздравляю! Вся пресса написала, что ты опять беременна. Набудов, отойди! Ну это не потому ли, что ты этот миф начал здесь развивать вот в этой студии, кстати, в этой же программе? Значит, вы не беременны. Если нужна помощь, я могу помочь. Да что вы говорите? Вроде все в порядке. Ну вообще, журналисты оставили в покое после вот этой откровенной фотосессии, потому как ты была в этой студии и сказала... О том, что я это сделала, потому что меня все достали, чтобы не ждать подвоха из кустов. Я взяла и разделала, всей стране показала. Хотите? Вот вам. А ты знаешь, меня совсем не напрягает то, что мне задают эти вопросы. Дело в том, что каждый мой поступок это мотивация. И я могу сказать, что у меня всегда есть своя позиция. Если я что-то делаю, я всегда могу это объяснить. Если через 10 лет меня спросят, почему я это сделала, я всегда смогу объяснить. Давайте посмотрим сюжет про Анастасию Волочкову. Внимание. Желтой прессе пишут, Анастасия Волочкова и ее бывший муж, бизнесмен Игорь Вдовин, снова вместе и ждут прибавления. Родится внучка еще одна, и мы будем все счастливы. Лишь бы только родила. Пока мама Волочковой мечтает о внучке, сама балерина признается. Я хочу сына. Мама, у меня все равно сына родится. У балерины десятки богатых поклонников. Бизнесмены, шоумены, артисты осыпают ее подарками с головы до пачки. Хай подарил мне машину БМ белого цвета, седьмая модель. Дорогие меха, автомобили, ювелирные украшения и роскошные вечерние платья. Богатые поклонники не отказывают Волочковой в удовольствиях, а она радует их своей красотой. И только один роман с голливудским актером Джимом Керри остается тайной за семью печатями. Журналисты утверждали, что знаменитый комик прилетал в Россию только ради Анастасии Волочковой. Моего дома всегда будут открыты для человека, который действительно самый лучший. Один из самых моих любимых артистов Джим Керри и комедийный и драматически шикарный актер. Действительно целовались. Да нет, он ко мне прилетал на сегодня. Ну что, Настя, прокомментируйте, настало время. Комментировать что нужно комментировать? Что было с Джимом Керри? Ты знаешь, у меня не только с Джимом Керри было. И что дальше? Леонид, у меня короткий вопрос про Джим и Керри как раз в контексте нашей программы. Говорят, вот мы все говорят, только мы показываем. Керри гомобалист. И вы вернули его на путь истинный. Знаете, то, что говорят, зачастую к нам не относятся. Это правда. И я считаю, что самое главное в жизни вообще жить и быть, а не слыть. И быть, а не казаться. Поэтому я могу сказать, что журналистское братье, спасибо вам всем, даже за эти мифы, которые вы о нас со всех складываете. Но кто-то делает это достойно и освещает жизнь человека, а кто-то из каждого события, из любой, даже не важно, романтической это история или просто события человека выкрутит такое... С Набутовым было что-то? Нет, у меня с Набутовым ничего не было. И это не самые большие мои достижения, если у меня с кем-то что-то было или с кем-то не было. У меня будет в жизни, все прекрасно и есть уже. Спасибо. Ну вот, а у вас последний такой интересный слух, который подтверждил фотографии, мне даже показали пчелистского бизнесмена, который племенного жеребца подарил. Мои коллеги молодые, я не люблю бегать искать, они бегали искали этого, в келе ездили, не нашли этого человека. Говорит, загримировался кто-то, а где же тогда племенное жеребец-то? Вот твое отношение к тому, что пишет желтая пресса? Мое? Никакое. Никакого абсолютно? У меня никакого отношения нет, я не имею отношения к тому, что обо мне написано. А когда пишут, что у Лачковой сотни любовников? Да мне все равно, ну и слава богу, значит я гиперсексуальный и активный. Ура! Реальная модель поведения явлена миру Настей. Она не вступает в коллизии, которые кажутся ей глупыми. И она никогда не опровергала то, что казалось ей глупым. Она улыбается и говорит, скажите, а вы действительно с Аршавиным там во время двухдневного... Да? Ближе к делу. В чем подозреваешь Настю? Ты никогда не отзывалась плохо о моем двоюродном брате Игоре, твоем отце ребенка. И однажды я услышал, что ты очень недовольна тем, что он перестал печься о дочери. Я был удивлен, потому что твоя прямая речь была приведена, ты никогда не говорила о нем всегда восторжена. А потом якобы ты выказала ему неприязнь из-за того, что он перестал на нее тратить большие деньги. А даже это мифическая информация, потому что Игорь до сих пор не то, что печется, а Бориша, он полностью несет ну всю ответственность за нее. Всю полностью. Мы завтра идем... Сколько сейчас драгоценностей и бриллиантов от вас, на вас, от Игоря? На мне вот два колечка, одно метис. Сколько оно стоит? Я не знаю, сколько стоит. Вот если тебе дарят подарок, ты спросишь, а сколько оно стоит? Я не знаю. Я знаю, что там метис 68 карат, понимаешь? Сколько? 68 карат метис. Это же по... А вот это колечко мне Игорь подарил. И ценность его не в том, что это кольцо имеет в себе много камней, а в том, что это кольцо он мне преподнес в тарелке, на которую должна была яичница высыпаться. Вот тебе завтрак, понимаешь, 8 марта. Раз, тарелочку открывает, а там вместо яичницы кольца. На руке Анастасии Волочковой, только на правой. Вся движимость и недвижимость от Ары Кушнашвили. Желкая пресса пишет, якобы Волочкова общается в стильных интересах, только на дизель. Смотрите, что я общаюсь со своим бывшим мужем. Да, счастье, что мы расстались, но мы не делили ни детей, ни имущества, ни квартиры. Игорь до сих пор устилает мне пол, понимаешь, лепестками роз, ставит шампанское на пенечки. Правда? Да, да, да. Знаете, ну как? Что такое? Браво. Люди, которые в жизни что-то из себя представляют, прошли каждый свой путь. Не важно, это артисты, художники, философы, поэты, богосмены, кто угодно. У каждого свой путь. И так получается, что человек, который встает на путь публичности, он даже не имеет права на то, чтобы просто жить и творить, потому что ваши братья, журналистки, я не знаю, вы к ней относитесь лично или нет, просто, к сожалению, мы с вами не знакомы, но есть люди, которые только и живут тем, что следят за жизнью этих звезд, как пауки, которым на самом деле людям-то делать нечего, просто следят, это работа. Но вы знаете, в чем счастье Творца? В том, что наше творчество, это наша жизнь, и работа, это наша жизнь, а наша жизнь никогда не превратится в работу, в отличие от вас. Мы уже спознаны друг для друга. Дмитрий, вы когда-нибудь фотографировали Волочкову или что-то писали? Что-то очень давно сейчас уже, она все показала, все, что... То есть она неинтересна теперь для прессы? То есть, вы знаете, вот я для таких, как вас, и показывала. Мне казалось, ребята, ну что, грудь моя, это мое самое большое достоинство. Сейчас, сейчас, сейчас. Вас уже больше ничего не интересует? Как балерину, я думаю, должны быть какие-то творческие победы. Я вас приглашаю на свой концерт. А у нас есть фотография, это у нас Юлия Волкова из группы Тату. Тату. Дмитрий, это ваша фотография? Красивая. Ну, это известный снимок, он облетел в интернет и все издания. Как так получилось? Ну... Это женская баня, куда вы проникли? Нет, это гримерка. И после этого снимка, например, продажи, например, некоторых газет выросли, там, тиражи, да, то есть популярность тату выросла. Случайно, якобы, или это действительно удача фотографа? Она не видела. Совершенно случайно. То есть она переодевалась в этом. Кому она в этот момент показывала? Она переодевалась просто на концерт. Забавно, вот если этого человека сейчас сфотографировать голым, и года два, три, его покрутить по всем средствам массовой информации, вообще раскрыть его жизнь, рассказать жизнь, там, его близких и родных. Я вот не думаю, что через несколько лет... Вообще изначально. Этот человек реально бы сгорел просто. Понятно. Просто бы сгорел, или в дурку попал. А Юлия Волкова подавала в суд? Она как-то на вас, на публикации? Я в этой компании был пиар-директором. Она была согласна на это? Ну, конечно, она была против, но куда она... Хорошо, а если бы вот Ирину Отьеву в нашей гримерке, вот переодевалась бы она, одевалась бы шикарно. Он получил бы гораздо больше удовольствия, это я вам скажу. Есть закон, который говорит, что нельзя торговать изображением, нельзя его использовать, только в том случае, если это не публичное место. Если человек пришел на концерт, а если они с фотоаппаратами в сортир, извините, забегают, ну это подлость просто, за это морду бить надо, ну девочка зашла в туалет, поправить там что-то просто. И мне кажется, здесь и Настя немножко лукавит, когда говорит, вот я показалась такая, вау, смотрите, потом они шли за этим подглядом. Им же интересно, как вы хоть из воды трусики поправляете, правильно? Как лифчик там, что-то там делать. И это интересно. А так как вы красивы. Зачем звезды раздеваются перед телекамерами? Большинство ради пиара. А те, которые есть им чего показать, они хотят свою продажность повысить. Я не имею в виду там проституцию, не дай боже, а продажность как артистов, чтобы их звали на эти концерты и говорили, мы вам пять тысяч дадим, а вы, потому что там сделали операцию или что-то, нам вас жалко, вы стали симпатичнее, потратили на это деньги. И чем? Мало, мало. Есть разная прияда артистов, да, есть известные, есть не очень известные, есть которые уже в тираж вышли и так далее. Вот Анастасия Волочкова на моей памяти всегда была интересна в желтой прессе. А где та грань, когда артист становится популярен настолько, что он интересен для журналистов, они начинают за ним охоту. Залезть в постель, это просто высший пилотаж, проследить с кем спал. И почему новость о том, что Анастасия Волочкова там завела нового любовника гораздо интереснее, чем какая-то автомобильная авария? Анастасия Волочкова открыла детскую школу. У нас большинство людей изначально, они думают, что они лучше, чем они есть на самом деле. Когда об артистах начинают писать плохо, они говорят, вот мы плохие, гады, сволочи, но артисты-то хуже и этим себя оправдывают. Вот именно это, на этом мы работаем. Вопрос, почему про одного интереса, а не про другое. Это харизма, либо отсутствие харизма. Это просто, и ответ прост, как 2x24. Это незыблемый ответ. Только у нас нападки журналистов разрушили карьеру и жизнь звезды. Говорим и показываем о том, как журналисты портят жизнь звездам шоу-бизнеса. Анастасия, скажите, пожалуйста, у вас вот эта фотосессия, которая была эротического содержания, это была как бы специальная пиар-акция в преддверии открытия детской школы? Или что? Люди в очках сидят, даже боятся свое лицо обнажить. Нет, в преддвериях открытия детской школы. Вы говорите, что открыли детскую школу. Да, я открыл день рождения. Ваш ученик, который смотрит эти фотографии. А что таково на этих фотографиях? Доброе сердце. Вы знаете, у меня тело красивое, а вы не видели картины в узком музее. По сравнению с тем, что сегодня с экрана телевидения мы видим или в журналах или газетах, мои фотографии, дорогие друзья, это шедевр античного искусства. Поверьте мне. Хорошо, да. Давайте так. Девочки, которые учатся у меня в школе, девочки, которые учатся у меня в школе, они захотят иметь такое тело, как у меня. Я им расскажу, что, дорогие мои, вы по пять часов должны вот в этом зале, куда я вас привела, провести сначала. Чтобы у вас было такое же тело, как у меня. Чтобы было такое красивое, чтобы вам не приходилось делать пластические операции и так далее. Мне есть чему научить детику. У нас в гостях еще один известный артист. Анатолий Алешников. Анатолий писал, что ваш роман с Лолитой Милявской распался из-за прессы, из-за того, что много писали и как-то все муссировали, не выдержал. Я бы сказал, что он не очень состоялся. А, начнем с этого. Ну, да. В то время был закон, который запрещал вступать в половые отношения с Асосовым до 18 лет. Я и был 17. Простите, я не хочу называть Лолиту Особью, я к ней очень хорошо отношусь. Я цитирую закон. Я ни в коем случае не пытаюсь назвать Лолиту. Да, но сколько было Лолите лет тогда? 17. 17 лет. Она была влюблена в меня, но я был значительно старше ее. Хотя сейчас время уже все как-то нивелировало эту разницу в возрасте. Анатолий, в те времена, когда она пила чуть больше, чем Андрей Григорьев, Аполлонов, это было совсем недавно, она говорила мне, что вы уничтожили судеб, наверное, ну, в течение недели по 40-50 девушек. И ее судьба, кстати, оказалась, она про 17 лет, я не знал, но она, говорит, я чуть из-за него не покончила жизнь самоубийством. И ты знаешь, что я совсем не такой, как ты меня только что описал. Я скромный, тихий, хороший семьянин, я уже 34 года живу с одной женщиной. Анатолий Алешин, солист популярных в 70-е вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята» и «Цветы». Но особую популярность Алешин приобрел благодаря «Желтой прессе», которая обвинила его в интимной связи с 17-летней Лолитой Милявской. После скандальных подробностей личной жизни музыканта газеты взялись за его финансовое состояние. Писали, что Алешин в 80-е угодил за решетку за хищение полутора тысяч рублей. Времена-то были какие, но вы-то не помните, а вот старшие товарищи, старших товарищей много, да, вот в то время могли, если сумма хищения превышала 90 тысяч, вдумайтесь в эту цифру, 90 тысяч рублей, то человек шел под вышку. Большие деньги. Так по тем временам это были огромные деньги. Расстрел. Расстрел. Араксу, группе Аракс инкриминировали 130 тысяч, по-моему, рублей, которые не были доказаны, к счастью. А кто заступался тогда за вас? Алла Пугачева принимала в этом участие? В то время никто за нас не заступался. Дорогие мои коллеги, спасибо вам большое за то, что вы сделали, и вы должны тоже им говорить спасибо, потому что действительно, но я не хочу сказать, что там голоса, которые в прошлом остались, то есть мое уважение вашему творчеству, потому что вы сделали, вы в том числе, Настя, действительно, вот благодаря вам и вас помнят и любят. Поэтому, дорогие телезрители и зрители, читайте, смотрите и участвуйте в этом беспределе. Юля, стоп. Давай так, Юль, а почему ты из профессии ушла? Что тебя заставило в один момент? Во-первых, мне надоело жить жизнью псевдозвезд, потому что приходилось, было очень много ситуаций, когда мое руководство, мое личное желание заставляло меня идти на какие-то скандалы, например, когда я приехала на съемку интервью с Яной Рудковской. Яной Рудковской Да, и мне нужно было узнать, что же она делала в номере у Плющенка в три часа ночи, понимаете? И что она там делала? Ну, сейчас уже, конечно, мы все понимаем, что она там делала, но Яна настолько огорчилась, что я влезла в ее личную жизнь и позволила спросить об этом у таких звезд, понимаете? Я как корреспондентка дождь моряка из Тимрюка, понимаете? Да ничего, она мне писала смс, и меня вызывает руководитель канала. Я в этот момент понимаю, что на это моя карьера, я поеду в Тимрюк. Мне мой продюсер говорит, Говар, какая ты молодец, а нехрен жена той бабе шарахаться в три часа ночи по номерам у Плющенка. Понимаете, вот в чем дело. И я в этот момент понимаю, что о-оу, вот тут-то я и попала. Да, история с Емфирой. Да, она меня немножко потрепала, когда я приехала к ней на интервью. Она тебя ударила? Нет, не то, что она меня ударила, но... Она полюбила вас. Она полюбила меня, действительно. Я приехала к ней на съемку. Я вообще все свои интервью, которые я делала, я всегда старалась у людей спросить какие-то откровенные вещи, чтобы людям показать какую-то другую сторону. Да, откуда этот набор слов? Чайник, вода, свет, ромашка пролетает, самолет закрыла форту. Понимаешь, если вдуматься в эти слова, глубокий смысл. И, в общем, она бы хватила, начала меня трепать, говорит, какая дурацкая журналистка, кто у вас эта желтая маечка, уберите ее отсюда. О, Боже мой, все. Мы вновь в студии говорим и показываем. Необычная конференция. У журналистов в студии есть возможность задать любой каверный вопрос нашим звездам. Будет жарко. Юльич, давай я тебя секунд на 30 верну в твою замечательную профессию. Мне, честно говоря, было симпатично. Я видел, как ты работаешь. У нас есть Анастасия Волочкова. Пойдем. Пойдем. А давай ты ее проинтервьюируешь. Я как девушка. Дай, скажите, пожалуйста, вообще вам тяжело находиться в таком внимании людей, которые на вас выливают и хорошее, и плохое? Я одним словом скажу, вы знаете, это счастье, что моя жизнь такую, как вы, интересует. Спасибо, Юль. Спасибо, Юль. Атар, иди сюда, ты-то можешь спросить. Ты больше никогда не будешь так близко к Волочковой. Я тебя умоляю, у тебя есть возможность. Я знаю одну леди, грузинку. Она очень популярная ведущая в Приднестровье. Она связалась с парнем, и после этого ее репутация, что бы она ни сделала, теперь связана с красным феррадом, врезавшимся в столб в Ницце. Вы были его невестой или подругой. Вот вы понимаете, что связываясь еженедельно с какими-то людьми вот такой репутацией, неоднозначными, уводя их из семей, что вы превратили в отдельный вид спорта, меняет отношение людей к вам. Говорят, что вы жестокая и меркантильная девушка, номер один в мире. Юрий, давайте. Что тебе нужно сказать про человека, с которым я жила? Меня связывали с ним два с половиной года жизни, любви, искренней, взаимной. И я, несмотря на то, что было после, не позволил ни одному человеку сказать ничего плохого про этого человека. Потому что нужно помнить жизнь радостью встречи, а не горечью расставать. Все? Дай мне. Прошу вас. Абонис Мед. Я получил ответ. Вы земляк. Я знаю его окружение, семья, где он живет. И вас там, вас отзываются не очень лестными словами, я даже не могу их озвучить, как у вас отзывается их, его, его рот, скажем так. Скажите, пожалуйста, а вот каким образом вы знакомитесь с этими людьми? Вы знаете, я на протяжении многих лет вообще не упоминала имени этого человека. Даже в своей книге я его назвала господин Эсу. Вы знаете? И на банкете, который устроил директор театра, он со мной познакомился. Вопросы есть? Что дальше вас интересует? Есть. Как складывались отношения? Да, я с этим человеком делила отдых, постель, яхты, самолеты, жизнь. И я не позволю, в отличие от семьи этого человека, в отличие от семьи этого человека, которого я любила, и я знаю, что он любил меня до потери сознания. А вы были знакома с его женой? Я не была знакома с его женой. Я знаю, как ее зовут. У них по закону можно 4 иметь, и он не предлагал быть его женой. Просто я хочу вам сказать, что в отличие от семьи или каких-то людей, от друзей, врагов, я лично не позволю сказать, еще раз повторю, плохого слова об этом человеке. Кто бы с кем не воевал, встречаемся завтра в этой студии. Мы говорим и показываем каждый день.